МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главном сегодня. 417 миллионов взятых под госгарантии. Сбербанк требует вернуть деньги. Правительство не хочет. Все решит арбитражный суд. Дети войны. О том, как проходит адаптация ребят, прошедших через ужас и трагедии в Сирии, смотрите сегодня в выпуске. Сертификат на жилье, бытовая техника и путевка в Кадж. Как в одном из супермаркетов в Каспийске разыгрывали призы на Курбан-Байрам, расскажет наши корреспонденты. Сбербанк хочет взыскать 417 миллионов с правительства Дагестана. Банк требует вернуть кредит, предоставленный заводу «Мараби» под государственные гарантии. Соответствующий иск арбитражный суд республики рассмотрит 22 августа. Информация об этом размещена на их официальном сайте. Напомним, завод по производству плитки и керамического гранита «Мараби» был запущен в январе 2017 года. 31 октября 2018 года суд признал предприятие банкротом. После этого Сбербанк потребовал вернуть кредит. В свою очередь правительство обратилось в суд с просьбой признать недействительным договор о предоставлении государственной гарантии. Все точки над «и» в спорной ситуации должен поставить арбитраж. В Дагестане начался капитальный ремонт республиканской дороги Бабаюрт-Гребенская. Этот отрезок является одним из оживленных транзитов в Чеченскую республику. Отметим, грунтовые разрывы от Усмьюрта до Гребенского моста длиной в 4 километра вызывали сезонные затруднения в движении транспорта. А в этом году здесь прокладывают асфальтобетонное покрытие. По информации Минтранса Дагестана, на жалобы автомобилистов, наконец, удалось отреагировать после появления в бюджете дополнительных средств. Рабочую неделю могут сократить до 4 дней. Идеи короткой трудовой недели Федерация независимых профсоюзов России уже направила Минтруд России. Дмитрий Медведев также поддерживает предложение и отметил такую перспективу на 108-й Международной конференции труда в Женеве. По мнению специалистов, многие предприятия настаивают на сокращении рабочей недели в связи с финансовыми трудностями. Победители всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия», входящего в федеральную платформу «Россия – страна возможностей», помогают детям, возвращенным из Сирии и Ирака, адаптироваться к мирной жизни. Координаторы проекта «Волонтеры знаний» провели первые занятия с детьми в селе Монаскент Карабудахкенского района. Подробности в сюжете Луизы Раджабовой. Разговор волонтеров и 14-летним Марьям не задался с самого начала. Меня ничего не интересует. Ну давай поговорим, что тебе нравится делать. И дело тут в непереходном возрасте. Причины глубже. Ребенку, чьи родители признаны террористами, не просто влиться в семью опекунов и в общество. Биография девочки – словно сценарий из остросюжетного фильма. Переезд родителями в Сирию, бомбежки, аресты и даже тюрьма в Верахском Асуле. Я в слезах старшую застаю, а маме думает, когда приедет, как там, чего там. Скучает, конечно. За связь с боевиками женщина получила 20 лет тюрьмы. В Ираке, где к уголовной ответственности привлекают уже с 9 лет, Марьям светил реальный срок, чтобы вернуть домой ее и сводных сестер. Российские дипломаты несколько месяцев доказывали иракской афемиде непричастность девочек к террористам. «Свездники уже перешли в пятый класс, но ей, конечно, до пятого класса далеко. Ей можно начать с третьего класса». За годы скитаний по Ираку и Сирии у сестер возникли серьезные пробелы в знаниях. Лейлу вывезли из России, когда она пошла во второй класс. В этом году девочка должна быть в пятом. «Пробелы восстановить можно, только надо заниматься, конечно, с ними». Тамерлан Буганов – автор и координатор проекта «Волонтеры знаний». Добровольцы помогают детям тенических дагестанцев вернуться к мирной жизни. Чтобы работа была полноценной, наверное, необходимы все специалисты, в том числе и психологи, в том числе и социальные работники, чтобы они могли не просто изучать какие-то предметы, они могли их и применять в дальнейшем. «Те семьи, которые мы детей возвращаем, я думаю, что они тоже заинтересованы, чтобы их жизнь наконец-то облила какие-то нормальные человеческие краски, чтобы дети выросли счастливыми». Полтора года Малика ничего не знала о судьбе сестры и племянников – ни звонков, ни писем. Все это время семья находилась за решеткой. За пособничество боевикам женщине дали пожизненное. В январе дипломаты вызвалили из тюрьмы Самиру и Абубакра, чуть позже и двухлетнего Зубира. Он родился в Ираке. Родственную связь с бабушкой и опекуном пришлось доказывать с помощью генетической экспертизы. «Дети, конечно, были со всякими болячками. До сих пор Абубакр у нас проверяется. У него обнаружили камни. Эти тоже были всякие болячки и на голове, и на теле. Этого еще до сих пор обследуют». Еще недавно дети постоянно просили серый карандаш или черный фломастер. Выводили автоматчиков, танки, разрушенные дома. Теперь белые листы пестрят красками. Волонтеры говорят – это хороший знак. Всероссийская образовательная акция «Тотальный ЕГЭ» пройдет в Махачкале 1 сентября. Организована она для того, чтобы учащиеся больше знали о формате и деталях проведения единого экзамена. Акция будет полностью аналогична процедуре проведения госэкзамена, но с упрощенными заданиями. Подготовиться к ЕГЭ желающие могут на сайте проекта. Результаты будут известны 14 сентября. Сертификаты на приобретение жилья, бытовая техника и главный приз – путевка на Умрахадж. В честь праздника Курбан-Байрам в Каспийске прошел масштабный розыгрыш, организатором которого выступил супермаркет «Арбуз». О том, как проходило мероприятие и самое главное, кому достались призы, расскажет моя коллега Патимат Ханапова. Покупаешь товар на 1500 рублей и ты автоматический участник розыгрыша. Все очень просто. Главное затем дождаться непосредственной раздачи призов, так как обязательное условие – это присутствие. Сегодня мы проводим розыгрыш, где главным призом будет у нас путевка на Умрахадж. Мы решили приурочить сегодняшний день к празднику Курбан-Байрам. Помимо этих призов у нас будут еще дополнительные призы, мелкая бытовая техника, различные сертификаты. Но вот самый главный приз, для чего люди собрались – это путевка на Умрахадж. Надеюсь, победить сегодня достойно, и кто реально хочет этого и поедет. Путевка на Умрахадж – еще более 20 подарков. «Арбуз» решил отпраздновать вместе с каспийчанами один из главных праздников – мусульман Курбан-Байрам. А лучший способ это сделать – порадовать своих покупателей призами. В этот день супермаркет особенно преобразился. Празднично украшенный арбуз радует глаз, а акции и розыгрыши волнуют душу. Ближе к началу мероприятия здесь собираются все больше и больше людей. Классный супермаркет, всегда все свежее, всегда все, что мне нужно, могу найти в нем. А вы принимаете участие, чтобы вы хотели больше здесь. Ну что ж, сломали к вам всем, добрый день, мне очень приятно, что вот так предчатка с этой продукцией от магазина «Арбуз». Так же, посмотрим, если победим, поедем. Не победим ничего. А что вы можете сказать про супермаркет «Арбуз»? Выходите еще? Несколько раз была, мне понравилось. Какое количество блюд готовится и производится здесь, в торте, все что угодно, много чего можно выбрать. Просто день рождения отметить спокойно. Бывает, много не возьмешь, мало возьмешь. А здесь весь ассортимент тоже есть. Я понимаю, что... Каждый человек, который ходит на какие-то конские, хочет выиграть. Главное фриз – петуху на умру. А вы поехали сами или как? Я сама поехала, если я выбирала. Все пришли принять участие. Миксием? Для всех, короче, важен один этот главный фриз – поехать мало и хочу. А какие у вас планы будут, если вы выиграете? Себя оставите или нет? Давайте всех димитаты разыграть. Кто себе не оставит такое счастье. Почему вы решили принять участие в этой акции? Затаскивай один купончик. Потому что я частая посетительница, и поэтому решила принять участие в конкурсе. Почему бы и нет? Решила попробовать. Никогда не выигрывала никаких подарков. Может быть, сегодня мне повезет. А какой подарок вы хотите выиграть? Нету, что ли? Есть? Конечно бы я хотела главный приз. 56.12 номерчика у кого не у вас. Ну а так я бы любому подарку была бы рада. И, наконец, розыгрыш начинается. Ботовая техника и сертификаты уже нашли своих обладателей. На кону главный приз. И вот ведущий называет имя счастливчика. С окината поднимайтесь. Ваши аплодисменты. Что вы почувствовали, когда услышали, что именно вы выиграли? Честно говоря, шок и растерянность. Не ожидали. А скажите, пожалуйста, какие у вас планы? Что будете делать? Конечно же, ехать, исполнять. Вы сами поедете или нет? Нет, скорее всего, больше. А почему вы так и решили, что отбить я мужу? Ну, давайте вытащим еще. Ну, это было его больше желание. Я пока еще не совсем готова. Я хочу поблагодарить администрацию супермаркета «Арбуз». Большое спасибо, что организовали такой чудесный конкурс. Столько удовольствия людям, детям. И, конечно же, победителям, хотя я не ожидала, что я буду в числе. Отметим, что это второй масштабный розыгрыш, который проводит «Арбуз». Ранее универсам разыгрывал айфоны и десятки призов к юбилею супермаркета. По словам руководства, такие акции будут проводиться еще неоднократно. Радовать своих покупателей интересными призами станет для них хорошей традицией. Батимат Ханапова, Рашид Гаджиев, Новости ННТ, Каспийск. Воспитанники дагестанской школы дзюдо выиграли медали соревнований на призы командующего ВДВ. Всероссийский турнир с участием более 150 спортсменов проходил в Туле. В категории до 60 килограммов золото выиграл Гамзат Заирбеков. Для победы ему потребовалось провести четыре схватки. В финале махачкалинец превзошел дзюдоиста из Орловской области. На одну схватку больше провел чемпион в весе до 81 килограмма Руслан Абдул-Меджидов. На соревнованиях он представлял Московскую область. Помимо этого, еще трое дагестанцев стали бронзовыми медалистами турнира. Это Шамиль Зулфикаров, Саид Гаджиев и Мурат Курбан-Исмаилов. Восемь команд из разных сел Южного Дагестана сошлись в футбольном турнире памяти бойца ОМОН Рамазана Магомедова. Игры проходили в селе Маджолис Кайтакского района. В споре за кубок и денежные премии команда показала яркую борьбу. Соревнования почтили своим присутствием руководители района, а также друзья, сельчане и родные Магомедова. По чьей инициативе и прошел турнир. По итогам лучшую игру показала команда Каспийского ОМОН. Серебро досталось спортсменам из Дербенского района, а замкнула тройку призеров команда из села Кирки. Это была последняя новость в этом выпуске. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин